Безработные Мадрида в понедельник высказались скептически по поводу решения испанского правительства запросить финансовую помощь у ЕС для спасения банковской системы страны. Напомним, в субботу министры финансов еврозоны приняли решение выделить Испании до 100 миллиардов евро для рекапитализации банков. В свою очередь Мадрид пообещал, что в ближайшее время после проведения независимого аудита назовёт точную сумму, которая ему необходима. Безработные, которые выстроились в очередь возле государственной конторы по трудоустройству в Мадриде, говорят, что правительству необходимо сначала думать о людях, а потом о банках. «Я думаю, что они больше не должны делать у Рязани. У Рязани не могут создать рабочие места или улучшить экономическую ситуацию. Я думаю, правильным будет помогать не только банкам, но и гражданам». Уровень безработицы в Испании является самым высоким в еврозоне и составляет 24,4%. Это также самый плохой показатель из всех развитых стран мира. По данным Министерства труда Испании, на сегодняшний день в стране насчитывается 4 миллиона 700 тысяч безработных. «Ситуация будет ухудшаться, потому что мы влезаем в долги, а их надо будет отдавать с процентами. Думаю, будет хуже». «Я настроен пессимистично. Каждый день ситуация ухудшается. У меня двое детей, но я разведён и живу отдельно. Я безработный и не могу выплачивать им алименты». Премьер-министр страны Марианна Рахой говорит, что заимствования помогут экономике его страны вернуться к росту. Он также говорит, что реформы его кабинета в сочетании с финансовой помощью для банков помогли Испании избежать полномасштабного пакета помощи, такого, какой ранее запросили Греция, Ирландия и Португалия. Впрочем, некоторые аналитики говорят, что поддержка банков может принести только временное облегчение. «В долгосрочной перспективе в случае с Испанией основная проблема – это дефицит. Мы должны достичь этого сложного, я бы сказал, невозможного уровня дефицита, который установил Брюссель. Если мы не достигнем его до конца этого года, опять начнутся проблемы. Опять начнутся разговоры, что Испания не платёжеспособна. На рынках опять будет хаос. В долгосрочной перспективе это самое главное опасение». На сегодняшний день Испания – четвёртая страна еврозоны, запросившая финансовую помощь у международных кредиторов.